Всем доброе утро! Ой, на часах вон полдвенадцатого, а я уже сегодня с утра как пчелка. Наготовила всего, сейчас покажу, и чем я вообще занимаюсь. С утра приготовила картошку на противне, на которой запекла мясо. Сейчас будет у меня такой легкий тортик, десертик, который называется растяжопка, вафельные коржи и сгущенка с маслом. Перебью и будет такой десерт. Нет времени делать что-то более серьезное. Здесь уже у меня банные процедуры. Купаются орхидеи, пьют каждую неделю. Получается, замачиваю их в воде. Мне кажется, им еле хватает сил, для того, чтобы дожить до конца недели. Потому что стоит жара неимоверная. Замачиваем, как всегда, в том растворе витаминном, как Коля мне наводит. Набор покупали для гидропоники. И вот лезут. Ну, вот сами видите, здесь вот лезет корешочек, здесь цветет. Кстати, надо будет здесь поубирать. Но сейчас нет возможности, потому что... Сейчас нет возможности там поубирать, потому что у нас канализация, и некуда в воде сбегать. И мы там носимся сейчас с ведрами, поэтому делаю более легкий вариант тортика, чтобы легче это было все выпекать. То есть, не выпекать вообще, просто помыть венчики от взбивания. И все готово. И еще у меня здесь, конечно, жарко на кухне. Я выключила вытяжку, чтобы рассказать вам. И сейчас включу ее обратно. Но сейчас покажу, расскажу. Закипает бульончик у меня. И сейчас соберу сверху вот эту... Крахмал, который от картошки. Это закипает картошка. Закипела я сейчас. Соберу и расскажу. Крахмал собираю. Мне нравится вот таким вот ситечком. Так собрал. Все собралось. Все легко. На ситечке все осталось. И бульончик чистенький и хороший. Бульон накрыла крышкой вариться. И переставила она медленный огонь. А на это место поставила больший огонь. Большую сковороду. Делаю поджарку. Небольшая луковица. Ну, это не имеет значения, какого размера луковица. Лук, морковь. Вот таком виде достала из холодильника. Мы морковь замораживаем. Потому что пропадает. Когда начинает пропадать в погребе, то почистили, натерли и сложили в морозилку. Теперь, когда нужно, достали нужное количество моркови. И поджариваем. И это все для того, что я буду готовить солянку. Бульон закипел. С картошкой сейчас брошу туда курица. Здесь окорочок курицы. И чуть-чуть свинины. Кусочек свинины. Здесь колбаса, шинка. Потом сосиски вот такие. Вот они разного размера, но очень похожи. Одни мыслыбские покупала в Салтовском мясокомбинате. А другие кабаноси. И соленый огурец. Сейчас буду делать поджарку. И будет у меня солянка. Картофель закипел. И теперь сюда бросаю мясо. Когда уже сняла всю пенку. До готовности картофеля. Оставляю вариться и картофель, и мясо. Тем временем у меня на сковороде растает морковь. И вообще хочу вам сказать, это такое выгодное блюдо, солянка. Выгодное в том плане, что его все любят. Ну, говорю конкретно за нашу семью. Все любят. Мы ее уже готовим второй раз за последнюю неделю. И так, знаете, вот интересно получилось. Приготовили солянку. Съели солянку. Потом сразу же приготовили борщ. Доели борщ. И опять вот я готовлю солянку. И как-то спрашивала, что легче. Что вам лучше приготовить у домашних. Говорю, что три раза подряд будет красный суп. Ну и что, солянка это солянка. Поэтому мы ее очень любим. И на улице так жарко. И я предложила, что лучше приготовить. Солянку или окрошку. Ну, вот в продолжении, как бы говорю. Может окрошку приготовить? Нет, не захотели. Давай солянку. Мы ее готовим таким способом. Два вида мяса отвариваем. А вот все копчености поджариваем на сковородке. Протушиваем. Больше можно сказать, что протушиваем. Когда поджарилась морковь с луком. То тогда добавляю вот эти колбаски. Они чуть-чуть протушатся. Прожарятся капельку совсем. Потом добавляю огурцы. Для солянки использую вот такие вот огурцы. Закрывает мама специально их маленькими полтора литровыми банками. Чтобы было удобно. Вот летом достал. И хорошо, ну быстро они расходятся. То есть солянка. И тут же сразу можно приготовить оливье. И быстро разошлась не то, что трехлитровая банка. Рецепт простой. Здесь вот укроп. Листья смородины. Листья вишни, наверное. Чеснок. Соль. И заливать холодной водой. Не киснет ничего. Не надо не киснуть. Мы как-то пробовали закрывать. Когда должны еще огурцы постоять, чтобы прокиснуть. Нет. Это рецепт нам не понравился. Есть такая небольшая душка. А это просто соленые такие. Хорошо соленые, бочковые огурцы получаются. Но не прокисшие. Просто засоленные хорошо. И вот они не бродят под пластмассовую крышку. И стоят. Закрывали прошлым летом. Вот уже, какой сегодня, 24 июня. И вот прекрасно доставивают. Хорошо стоят. И очень удобно, что в таких вот ванночках. И не нужно бегать по рынку. Я это вообще не очень люблю. Когда бегают по рынку. И непонятно у каких бабушек покупают. Непонятно какие огурцы. Сколько они там квасились. А так мы знаем, что это домашний. Рецепт простой. Обычные огурцы. Такого стандартного размера. Уходят ровненько в трехлитровые баночки. А вот такие крючковатые. Можно уходят под капроновую крышку. И очень удобный рецепт. Очень хороший. Мы будем закрывать, когда я вам его покажу. И когда уже поджарилась. Протушилась. Даже больше, можно так сказать, зажатка. Вот эта вся. То сюда добавляю томатную пасту. Мы ее храним, чтобы она не портилась в холодильнике. Приблизительно так столовыми ложками. Замораживали в пакет. И добавляю сюда томатную пасту. Также замороженную. И из самой солянки добавляю бульона. Чтобы все это протушилось. Сейчас томатная паста растает. И протушится хорошо. К этому времени, покуда протушится томатная паста. К этому времени будет готова картошка в бульоне. Вот такая вот красивая солянка получилась. Соль, перец по вкусу. У меня петрушка из зелени. Можно укроп. Но я больше люблю петрушку. Поэтому здесь петрушка. Мясо. В этот раз оно у меня получилось густенькое. На прошлых выходных, как я уже сказала, я готовила. И оно у меня получилось более жидковатое. В этот раз я это учла. Чуть-чуть добавила больше картошки. Хорошая получилась соляночка. Подавать можно со сметаной, лимончиком. И этими черными маслинами. Правильно они называются? Маслины. Вот. Прокипит минут 5. Все вместе с поджарочкой. И можно выключать. Соляночка готова. Испекла вот такой вот торт на десерт. Очень получился красивый. Украсила малинкой. Малина как раз поспевает на огороде. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И вы обязательно узнаете рецепт этого торта. Тузик. Давай вкратце расскажем, что мы тут натворили. В общем, ой, что мы тут только не натворили. Это вообще прям страшно подумать. Как это все было и что мы здесь наделали. Так. Яма одна делается. Стоит закрытая. Мы сейчас не пользуемся. Эта яма стоит. Ну, здесь просто загородили в случае дождя, чтобы не подтекала в яму, чтобы у нас здесь не образовался бассейн. Она не такая большая, как вот это накрытие. Меньше намного. Она полтора метровая. Ну, просто вот такое количество накрыли вот таким объемом клеенки. Здесь у нас был выкопан и песок, и глина. И самое, как сказать, такое страшное, то, что все это перед порогом. И тут уже у меня настелено, и там на пороге настелено. Это, конечно, кошмар. Это земля стоит в мешках. Вывозят. Уже один зил приехал. Зилом вывезли землю. И закончилось мое место, где я наслаждалась природой. Все лежит обложенное мешками. Потому что это у нас песок. Видите, у нас и желтый песок, и белый песок, и в мешках желтый песок. У нас соседи попросили немного песка, выворку небольшую. Говорит, дайте нам выворку. Я говорю, Коля, пусть забирают в мешки. Потому что такое количество песка, даже не представляю, куда его можно использовать. Он нужен, конечно, когда его нет. Когда его покупаешь, он стоит дорого, но нет места даже, чтобы его хранить. Ну, будем думать. Хотя для того, чтобы бетонировать и что-то строить, песок обязательно нужен. Но будем ли мы так скоро бетонировать и строить неизвестно, кроме этой ямы, которую сейчас делаем. В общем, теперь у меня здесь вид на это ужасного вида сарайчик и мешки. Ну, наладится. Все наладится. Куда-нибудь поставим, перенесем. Будет храниться. Дождь шел, но как-то не сильно намочил цветы. Мне не сильно хочется бегать с маленькой леечкой. Набрала вот эту большую лейку, пол лейки и поливаю цветы, которые здесь висят, потому что не хочется, чтобы пересыхали, а они уже полностью сухие. Тяжело поднимать. Кряхчу одной рукой тяжеловато. Но сегодня надо полить обязательно. Сейчас по чуть-чуть, по чуть-чуть и разолью эту водичку. Чуть-чуть пролила. Но тяжеловато. Но не хочется бегать с маленькой, потому что маленькую. У нас уже вечереет. На этом буду заканчивать свое видео. Всем желаю мира, добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok